Покой Покой – это способ угодить Богу. Покой не ограничивается обычной потребностью в отдыхе. Войти в покой – значит угодить Богу. Богу приятно, когда мы отдыхаем, поэтому Он призывает нас к покою как к способу угодить Ему и насладиться Его радостью. Таким образом, когда покой в Боге предшествует труду во славу Божию, шансы на успех в Божьем деле и четкое осознание перспективы у нас гораздо выше. Уже более 25 лет еженедельно я практикую то, что называю субботним покоем. Я обнаружил для себя, что я отчаянно нуждаюсь в таком отдыхе в своей жизни. Но сейчас я уже не испытываю такую усталость, но я не говорю себе, «Я совсем не устал, поэтому не буду соблюдать субботний покой». Я помню о том, как я назвал свою книгу и о чем говорят многие тексты Писания. Ради Бога мы отдыхаем. Быть может, на этой неделе я не ощущаю особой нужды в отдыхе, поэтому на этот раз я пропущу. Совсем нет. Я понимаю, что Бог находит удовольствие в моем отдыхе, и я отдыхаю ради Него, наслаждаясь временем с Ним. Вот представьте себя бабушкой или дедушкой, и у вас есть внук, который иногда приходит навестить вас, и вот этот внук подбегает к вам и спрашивает, «Что я могу сделать для вас? Что мне помочь?» А вы говорите ему, «Просто побудь, посиди вместе со мной. Просто побудь со мной». Он говорит, «Ну, давай я посуду помою». А вы говорите, «Нет, не надо мыть посуду. Просто побудь рядом со мной». А внук все равно находит грязную посуду и моет ее. А вы, будучи бабушкой или дедушкой, говорите ему, «Ну, внучек, давай просто посидим, чайку попьем». «Нет, нет, 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 у вас тут нужно пол перекрасить. Я сейчас старую краску сдеру». И вот он начинает сдирать краску. Вот так порой и мы все делаем, стараясь послужить Богу. Вот в этом примере бабушка или дедушка представляют собой Бога. Подобно тому, как бабушка или дедушка приглашают внука, «Просто побудь со мной, давай вместе побудем». «Нет, нет, 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 тут столько всего надо сделать, давай я прическу тебе подправлю». Вот внук пытается что-то сделать для своих бабушки или дедушки. А все, что им нужно, это его время. И вот когда внук уже устал от всех этих дел, он засыпает без сил на диване напротив своего дедушки. И вот дедушка или бабушка с удовольствием смотрят, наблюдают за тем, как спит их внук. Мне очень нравится смотреть на спящего ребенка. Для меня это радость. И, к сожалению, часто бывает так, что ребенок со всеми этими делами не находит времени, чтобы просто побыть со мной в моем присутствии. Без всей этой суеты, без уборки, без всех этих дел. Бог любит вас, и Он любит, когда вы находите время для покоя, чтобы побыть вместе с Ним. Когда вы осознаете, что есть не только ваши нужды, но и Божьи нужды. Отдыхая, мы подчиняем свой мир Богу, чтобы Он его устроил. Чтобы Бог был в центре нашей жизни, и вокруг Него уже выстраивалось то, чего мы хотим. Его воля главнее, чем наша. Известный проповедник в Америке, Орбан Люцер, написал книгу. Книга называется «Поражение или путь к успеху через заднюю дверь». И Лоис сейчас прочитает из этой книги очень интересную цитату об известном вам астрономе. Коперниковская революция. Помните Коперника, астронома, отвергнувшего геоцентрическую систему мира, вращения планет вокруг Земли? По его мнению, она не описывала истинного движения планет. Коперник предложил свою, геоцентрическую теорию, обладающую, на его взгляд, большей объяснительной силой, согласно которой Солнце является центром Вселенной. Мне была совершенно необходима своя Коперниковская революция. До сих пор я жил в собственном мире и по собственному графику, задействуя Бога по мере надобности. Теперь же он занимает центральное место, а все мои остальные дела, графики, проповеди, экзамены, вращаются вокруг него. Это, разумеется, потребовало определенных изменений. В заключении этой лекции я хотел бы задать всем нам вопрос. Опишите свою личную Коперникову революцию. Порой нам кажется, что весь мир, наши друзья, наши коллеги, наша работа, все вращается вокруг нас. Мы в центре. Очень эгоистично все вокруг наших желаний. И мы становимся потребителями. Мы потребляем и отдых. Потому что в этом случае мы отдыхаем только ради самих себя, чтобы потом больше заработать. И мы потребляем отдых, словно бензин, который мы заливаем в бак нашего автомобиля. И мы делаем это только лишь для того, чтобы потом пойти и достичь своих целей для самих себя. Или вы, наконец, осознаете, что не все вращается вокруг вас, и Бог не вращается вокруг вас, но, скорее, наоборот, вы вращаетесь вокруг Него. И вы никогда не избавитесь от беспокойства, пока не осознаете, что не вы в центре своей жизни находитесь, но Бог. А вы должны следовать за Ним. И даже ваш покой — это приношение Ему, чтобы Он мог менять вас, освящать вас ради Него самого. Испытали ли вы свою личную Коперникову революцию, когда вы подчинились своей жизни господству Иисуса Христа? И если ваша жизнь вращается вокруг Бога, как центра Вселенной, то в чем это выражается? Будете ли вы в будущем угождать Богу отдыхом? И это ключевой момент. Если мы научимся отдыхать не ради самих себя, точно так же, как когда-то мы осознали, что мы уже не живем для себя, но для Бога, точно так же и отдыхать я буду для Него, а не только для себя. Давайте помолимся. Господь Иисус, спасибо, что сотворил нас, чтобы мы могли радоваться не только работе, способности творить самим, но и радоваться Тебе, тому, что Ты сотворил, Твои святости, тому освобождению, которое Ты совершаешь в наших жизнях. И мы молимся, Господь, чтобы в жизни каждого из нас произошла эта революция, чтобы подчинились Тебе и угождали Тебе не только делами, но и покоем, отдыхом. Чтобы мы были, как тот внук, который радуется тому, что может быть рядом со своим дедушкой или бабушкой, просто быть рядом. Мы стремились не к тому, чтобы поспать побольше или послужить побольше, но чтобы просто побыть с Тобой рядом, найти покой в Твоих объятиях. Господь Иисус, прославься во всем, что мы делаем, включая то, как мы отдыхаем. Во имя Иисуса. Аминь. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok